Доброе утро! Сопли сейчас вытрем. Мы сейчас направляемся на осмотр к педиатру. Как говорит Коля, ко врачу плановые осмотры. Потому что в Фильке был год, Коле скоро три, а мы, в общем, не были врача. Поэтому сейчас вот пойдем в клинику, тут недалеко от нас, на осмотр. В общем, дети еще спят. У нас сегодня дневной сон. Приготовила я харчо. Я постоянно начинаю трогать волосы, как только начинаю говорить. Это ужас. Приготовила я харчо. У меня вообще такое бывает, что как только мне что-то нравится, вот как получится, вот я приготовлю, мне понравилось, я начинаю это готовить. Вот обязательно еще раза три хотя бы должна приготовить, чтобы рецепт дошел до автоматизма. Вот сегодня уже, сколько мы здесь находимся? Три недели, вот уже второй раз делаю харчо. Что-то мне по все время так понравилось. Вообще у меня самый любимый суп, томатный крем. Крем. Суп, пюре томатный. Вот моя сестра знает, какой-то вкусный получается. Может быть, приготовлю здесь. Но у меня одна проблема здесь есть, что у меня нету блендера. И я еще не решила, хочу я его купить здесь или нет. Но пока что ощущаю его нехватку. Не хватает мне его, чтобы сделать какие-то супы и пюре, которые я очень люблю, которые не очень любит Женя, но которые очень люблю я. Ну и Коля, в принципе, тоже любит. Вот. Наверное, все-таки я куплю себе этот блендер здесь. Посмотрим. Чтобы дети меньше громили квартиру, нужно больше времени с ним проводить на улице. Вот такой закон жизни. Сейчас ходили в химчистку, и там была такая услуга, что ту одежду, которую ты сдал, они потом могут тебе доставить на дом. Так была удивлена. Что-то я в Москве с таким не сталкивалась. Очень удобно, мне кажется. Хотя, может, в Москве-то есть, но мне ни разу не предлагали. в Москве. Коля, кастрюль, кивень, кивень, кивень. Пеню, супай! он тоже просто хочет рисовать кофе ну нарисуй на мне облачко ломается облачко сегодня завтрак у нас сырники сегодня я сделала сырники без сахара но с добавлением виноградного сиропа стопроцентно без добавок посмотрим как получилось мне кажется вкусно ну и кофе сделала фильки такого малышка надо было побольше наделать не очень сладкие получились но вкусные очень вкусные но надо было побольше сиропа добавить чтобы послаще куриные котлетки из рубленого мяса доколе вот я так как у меня нет мясорубки на самом деле очень классный рецепт я порезала пластинками куриное филе и эти пластиночки потом на маленькие квадратики положила в миску порезала мелко кубиками лук петрушку помидорчик один одно яйцо сюда разбила и ну обычно я кладу сюда йогурт но йогурт какие проблемы с дешкетти с натуральным йогуртом поэтому я положила две столовые ложки сметаны малой жирной и потом вот ложечкой все это выкладываю вот сюда на сковородку раскаленную ведь они как ну они форму у них не совсем котлеточная первая первая партия они немножечко надо могут распадать ну тут нет никаких хлебных крошек нету я не знаю манки или еще чего-то здесь только мясо такой достаточно диетический вариант но если убрать сметану измените вот такие вот красивые котлетки получились из куриной грудки очень мне нравится я уже попробовала очень вкусно простите порезал все пальцы но мне они очень нравится и в данном случае куриная грудка очень сочная и вот за счет помидорчика и зелени они получаются такими красивыми видите тоже они достаточно сформированы очень попробуйте очень вкусные котлетки такие получаются коля ждет уже не дождется пока когда их попробуем нас 4 часа дня просыпаются потихоньку дети дневного сна сейчас пойдем на улицу у нас чудесная погода сегодня солнышко светит сейчас пойдем гулять потом зайдем уже на работу я отведу детей к нему а сама пойду опять на фитнес у нас семье кстати произошло супер события мы вчера подстригли фильку далось нам тяжело потому что он конечно орал парикмахерской но уже невозможно было не вот эти кудри сзади они вот постоянно сюда спускались даже когда слюнявчик ему застегивали кудри все время попадали поэтому надо было уже его подстричь такой хорошенький стал посмотрите ика покажи какая у тебя хорошая стрижка да ой такой хорошенький такой совсем другой стал да сейчас пол ничем кушаем творожок с печенькой я ика но вы скорее всего разницы не заметите но мы эту разницу видим как его подстригли и и и и и и и на суббота 10.30 мы идем на завтрак вот смотрите какая у нас хорошая погода супер сейчас идем новое место разведать как там и чего-то красота а время всего полдесятого слышите как птицы поют это не птицы это светофор в общем ничего особенного места ну так вкусно но здесь и вкуснее а по немножко он растечется тогда мы сейчас его быстро целиком один сколько будет кушать желток как кто портняшка одним ударом пять мух убил ну давай покажи как ты желток будешь кушать как сообщить так тепло так давай быстро не очень аппетитно конечно давай вкусно ну что ты платишь что такое а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Наша суббота началась в 7.20 утра Собственно, и каждый наш день Дети лучше будильник Вкусно пахнет Смотрите, какая красота Вот посмотрите, где я иду Вот тут такие домики Вон там уже наш дом Представляете, какой контраст Возвращение в «Империю пиццы» а здесь на балконе торгового центра ну не в самый лучший вид мы пришли в империю пиццы тут настоящий шикарный ресторан то что у нас в Москве доставка здесь прям ресторан в общем у Холли для мешки вот начинка лежит textket блин лег вот вот шикарный ну чуть